всем привет приветствую всех на своем канале сегодня будет видео для любителей тыкв вот такой вот урожай у нас вырос в этом году и получилось у нас только три вида тыкв в этом году была у нас посажена парижская золотая это вот эти три больших учейки кури маленькие порционные и большой шлем вот эти две зеленые самая большая что у нас получилось это парижская золотая на 21 килограмм она завесила и две вот такие маленькие на 6 килограмм и на 5 400 у чики кури было очень много мы их уже раздали бабушкам прабабушкам они любят кашу из тыквы и вот такие именно вот такие маленькие им понравилось потому что разрезал сделал и тыква не пропадет сделал себе кашу что-нибудь пожарил ее запек и у вас остатков практически не остается и не надо думать куда ее девать и вот такие две тыквы большой шлем на 11 500 вот это завесила и это на 9 500 говорят они очень вкусные похоже на мускатные но мы еще не пробовали попробуем конечно же расскажем что и как вкусно и невкусно из этих тыкв мы будем делать тыквенный апельсиновый сок если кому интересно у меня есть рецепт можете посмотреть я думаю понравится взрослым обычно нравится этот сок нашему ребенку он конечно не очень нравится не знаю почему он сладкий больше отдает апельсином чем тыквой но почему-то вот ему не приглянулся всем остальным родственникам очень даже нравится также у нас в этом году было много дынек дыньки вроде удались дыньки были айкидо лолита и нектарин более-менее нектарин было сладко но они были очень маленькие и было мало лолиты было много она жестковатая но сладко айкидо нам очень тоже понравились сладкие дыньки в основном от кило 800 кило 500 вот такого плана есть и по два килограмма были зато вот арбузы у нас как-то в этом году не очень на следующий год мы купили тыквы атлант и золотая бочка расскажите вообще какие тыквы высажаете подскажите может какие-то сорта очень вкусные необычные может какие-то красивые потому что вот так они у нас дома лежат и вот можно сказать мы ими львуемся для красоты пока сок мы еще нету времени делать вот они лежат у нас для красоты сложили здесь кучкой и можно сказать как декорация такая осенняя также мы выкопали наш батат который я думал он вообще не получится потому что кустики были очень маленькие всего лишь 6 кустиков было но 4 килограмма мы выкопали не знаю кто их здесь жевал грыз они вот такие погрызанные получились но клубни более-менее большие хотя сами вот листья были маленькие ну вот где-то половину можно отрезать а вот здесь конечно все прогрызанные я не знаю кто это ел может проволочник какой-нибудь потому что рядом у нас картошка растет может какой-то проволочник вот такие клубни вроде большие если были не погрызанные и много вот таких вот маленьких батат мы первый раз сажали и не сказать что вот прям большой урожай но мы довольны у нас все-таки получилось вырастить батат следующем году мы обязательно его посадим но посадим в теплице так как это теплолюбивое растение и мы за целый год за целый вот сезон его практически не поливали рос у нас в поле без полива без всего вот он сам по себе рос то было засухо потом все заливало водой у нас погода такая непонятная и все-таки что-то выросло в теплице мы уже будем смотреть когда полить и там более-менее тепло так что я думаю на следующий год у нас будет батата побольше купим опять в магазине клубень росточки от него один отсоединим и посадим по горшочкам сделаем такую как рассаду ну как и сажали в этом году и я думаю все таки у нас получится вырастить свой батат вот такой вот урожай у нас тыков получился в этом году мы довольны нам хватит этого всего рассказывайте про свои сорта как у вас с урожаем в этом году что получилось что нет но я на этом с вами прощаюсь и увидимся уже следующих видео всем пока пока